Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Геймри и у нас очередной мукбанг с моими любимыми роллами. Это пицца-роллы, я их обожаю! Они нереально вкусные, я решила совместить еще и Макдональдс. Поэтому давайте приступим. Взяла кофе, его тоже разлили, осталось только половина. Так неаккуратно везут. А еще, кстати, с меня вычли 4 моната. За какой-то баланс, я не поняла в чем дело, если честно. Написала в техподдержку, посмотрим, что они мне ответят и как они мне это объяснят. Вот эти роллы, я понимаю, вкуснотища просто. Я только что пришла с вождением. Очень крутой у меня инструктор. Кто не знает, я уже получила права. Но все равно я не уверена. Я решила, что все-таки я похожу на занятия с инструктором. Сначала я думала, что это будет 2 занятия. Но сейчас я понимаю, что надо брать больше. Когда ты сдаешь на права, в отличие от других стран, у нас в городе ты не сдаешь на права. То есть есть специальный такой переулок, который сделан для тех, кто сдает на права. Вы как бы ездите там. А в городе ехать еще надо научиться. Вот. Плюс у меня... Ой, какой острый соус. У меня у самой тоже какой-то страх. Я прям боюсь. Хотя ни в какие серьезные ДТП я не попадала. Но все равно у меня огромный просто страх вождения. И вот сегодня я переборола себя. Ездила прям по центру города. Справа, слева везде дорогущие тачки. Я думаю, сейчас этого поцелую. Того задену. Но нет. Все прошло успешно. Инструктор, девушка, меня похвалила. Она сказала, что у вас идеально все получается. Я бы на вашем месте уже выезжала бы на дорогу. Но нет. У меня нет вот этой уверенности. Я хочу минимум пять занятий, а лучше даже десять, взять с инструктором и каждый день кататься с ней. Чтобы быть прям уверенной. Все-таки вопрос с правами, я считаю, что остается открытым. Я получила права, но водить опять не могу. Поэтому дело надо довести до конца. И вы знаете, я так прям кайфанула. Получила такое удовольствие от вождения. Это прям словами не передать. Я поняла вот сегодня, что машина это мое. Мне нужна машина. Все-таки нужна. Мне прям понравилось, как я себя чувствую за рулем. да, я немного скована была. Плюс еще инструктор очень хорошо объясняет правила дорожного движения. Например, мы едем по городу, она говорит, здесь радар, здесь убаев, там не знаю, тут парковка запрещена и так далее. Короче, все эти моментики в центре города нужно сдать. Сегодня у меня заснять не получилось. но завтра я, наверное, опять буду снимать влог. И во влоге я очень хочу вам показать этот процесс. но для справедливости ради нужно сказать, что на дороге вообще все уступают учебной машине. Это, конечно, очень приятно. Ну, по машине сразу видно, там написано огромными буквами, что обучение для женщин. Так что это не заметить практически невозможно. Машина-автомат. Ничего сложного, по идее. Вот у меня брат, например, он ни на какие обучалки не ходил. Он просто сел за руль и поехал. Даже не помню, когда он учился. То есть у него как-то само собой это получилось. У меня так не происходит. Даже с инструктором все равно мне страшно. Особенно на поворотах. Это надо и бордюр не задеть, и соседнюю машину не поцеловать. То есть нужно взять расчет так, чтобы было идеально. Мама говорит, в идеале бери не пять занятий, а десять. Пусть учите абсолютно все. И парковка, и ямы. Мы, например, сегодня проходили как объезжать ямы, например. Например, ехали прям по подъему. Подъем вот такой вот просто. Мне кажется, все-таки инструктор специально хвалит своего ученика, в моем случае ученицу, чтобы я не падала духом. Она мне сказала такая, ты, говорит, хорошо водишь. Да первый раз вообще супер. Ты легко получишь права. Я такая ей говорю, я уже получила права. Так что вот такие вот дела у меня в жизни происходят. наверно у вас возникнет вопрос, собираюсь ли я покупать машину, потому что одно время летом я вам рассказывала, рассказывала, потом в конце не купила машину. Если честно, пока что не хочу никак отвечать на этот вопрос. хочу сделать и потом всем показать, даже своим близким, особо я не говорила, какую машину именно я хочу, знает только мой братик. Потому что в прошлый раз, когда я собиралась покупать машину, надеюсь, что хоть в этот раз я ее куплю. В общем, в прошлый раз каждый говорил свое мнение. Кто-то говорил, зачем тебе машина-то постоянно сидишь дома, это невыгодное вложение денег, это вызывает такси премиум-класса. А кто-то говорил, не покупай эту машину, добавь еще чуть-чуть и купи Мерседес. В общем, близкие люди, каждый со страны что-то советовал, что-то говорил. и в конце я не купила. Надеюсь, что в этот раз такого не будет. но если даже я не решусь покупать машину, все равно водить, уметь это всегда хорошо, в любой ситуации можно даже взять машину брата, например, поехать куда-то или, например, полдороги. Брат поводил полдороги, иногда бывает брать, выпившие. В таком случае я могу. Вот поэтому это навык, который в любом случае мне в жизни пригодится. Я иногда смотрю, девчонки водят машину по 18 лет. Я уже опаздываю. Мне в вождении сложнее всего показалось именно повороты. Причем, когда перекресток, когда круг, круговое движение. Это просто очень сложно, особенно круг, который рядом с моим домом. Это вообще убийственный круг. Он огромный. и столько аварий происходит на этом кругу с очень опытными водителями. Поэтому боюсь представить, что будет со мной. Но я как раз-таки с инструктором хочу пройти вот такие места. Там парковка. Как она говорит, машину надо чувствовать. я пока что не чувствую. У меня мандраж. Как только я сажусь за руль, у меня мандраж. И вот я час водила, под конец я уже кайфанула. Мне прям понравилось. Мне такая прям нажила газ. Как рванула. Вот у некоторых девчонок есть прям желание водить. Не знаю, хочется машины. У меня такого, если честно, особо нету. Что прям я хочу машину. Абсолютно такого нету. Просто я считаю, что машина необходима в плане комфорта. поэтому как бы так. А так, типа, любить скорость. Не знаю. некоторые, некоторые, кстати, спрашивали, почему я выбрала именно девушку-инструктором. Девушка-инструктор стоит дороже, по-моему, чем парень. Но мне как-то комфортнее с девушкой. Кому интересно, сколько стоит одно занятие. За одно занятие я заплатила 30 монат. Я вообще изначально подумала, что одно занятие мне будет достаточно. Посмотреть на учителя, нравится тебе она или нет. Устраивает тебя все или нет. Потом уже покупать пакет. Когда ты покупаешь пакет, состоящий из 5 занятий, это тебе обходится по-моему 120 монат. А когда 10 занятий, еще дешевле там получается. Точно не помню, сколько это стоит. Но я уверена, что мне бы так комфортно не было с парнем. комфортнее все-таки с девушкой. Она приезжает к тебе домой, забирает тебя и вы уже с ней делаете круг по всему городу. На права я, кстати, сдавала тоже на автомате. Просто, мне кажется, это дело опыта. То есть, в любом случае, даже если я 10 занятий похожу, все равно мне надо постоянно практиковать. надо начать таксовать. И деньги заработаю, и практики наберусь. Дело не только в вождении, что-то в последнее время мне прям хочется развиваться. Например, хочется записаться на танцы. Напишите, пожалуйста, мне в инстаграм какие-то танцевальные школы, куда можно походить. Можно даже народные танцы на резгинку записаться. Вот у меня всегда в жизни все идет так сложно. У меня брат очень красиво танцует резгинку. И сказать, что он где-то учился этому, нет. Просто как-то начал танцевать, и у него классно начало получаться это. водить то же самое. Просто сел за руль и поехал он. У меня все так сложно. Я еще сегодня, кстати, снимаю для вас влог. Два дня, как снимаю его, будет такой длинный, насыщенный влог. Как вы любите. Я наелась. Было реально очень вкусно. Роллы божественные. С вами была Айка Емеля. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю.